Типичная игра. Младших по рангу со старшей. Такое часто бывает, когда футболисты хотят хорошо себя проявить. Тем более, я думаю, очень большое значение имело то, что они же увидели, сколько людей, сколько болельщиков. Это всегда придает дополнительную мотивацию. Хотя и так нормально готовились и прекрасно знали о поживаниях и болельщиков. Встреча же была. Поэтому в плане самоотдачи, движения, тут нормально все было. Нам, конечно, опять не везет. Быстрая травма Черевко, замена незапланированная. Потом удаление, оно, в общем-то, необязательное, на мой взгляд, было. Мы, вот тот шанс, который, может быть, чуть-чуть бы поудачнее сыграли вне игры, не было бы, забили этот гол. Видишь, по-другому закончился матч. Поэтому, как всегда, после игры где-то сложно, да и я не стремлюсь, анализ игры выдавать. Это невозможно. Нужно спокойно смотреть, анализировать, чтобы что-то толковое говорить. Можно по горячим следам, да еще и со скамейки глядя. Там ведь не вся картина четко видна происходящего на поле. Так, в общем-то, сыграли так, как надо бы играть большинство матчей. А почему не получается так играть большинство матчей? Потому что они не кубковые. Кубковые, если возьмите историю, то они всегда отличаются накалом. Понятно. Вот оно и было. А в Перенстве, конечно, такой составляем. В общем, в Перенстве это другое. И там не с премьер-лигой играют футболисты. Здесь они, конечно, очень сильно настраиваются. Задача, чтобы не только подобный настрой перенести на игры Перенства, но и качество игры повышать. Оно в целом за счет одного настроя недостаточно, чтобы у результатов двигаться в Перенстве. Игр-то много. Нужно еще и уметь играть. Ну, постепенно взаимодействие, взаимопонимание улучшается. Оно, качество игры, плюс самоотдача в играх Перенства в совокупности только приносит результат. Вот этот момент на 93-7 ночи, который я провел 40-м для Факела. Там сначала Денисов, мяч догнал на лицевой линии практически, затем Беляев продавил, забил. Вот в этих двух эпизодах здесь класс сказался или потеря концентрации Факела? Не знаю, у меня со скамейки вообще ничего не видно было. Попробуйте, кстати, на скамейку. Вы сверху смотрели? А я снизу. Нет, там просто полистарсиал. Какие позиции игроков были? Как они действовали в этой ситуации? Мне нужно видеть. Почему я говорю, что нужно анализировать, сидеть? Обычно анализ своей игры занимает минимум 4 часа, а так 5 с половиной, от 4 до 5 с половиной часов. Вы сказали, что это кубковая игра, и у игроков был особый настрой, но на том месте, с тем набором очков, который сейчас находится, каждая игра кубковая. Болельщики показали, что если команда будет играть и добиваться результата, они придут на стадион и поддержат команду, и команде будет проще. Может быть, может ли эта игра стать переломной? Дальнейшие игры только покажут. Вы хотите от меня готовых ответов, как от фокусников? Мы хотим, чтобы команда каждую игру... Да я тоже хочу, а кто же не хочет? Да и футболисты хотят. Но не все они могут, к сожалению, стабильно высокий уровень игры, ну, какой-то хороший уровень игры повышают. Ведь у нас многие-то парни, они особо пока еще успехов в своей жизни каких-то футбольных-то не добивались. Они только на пути учатся. По физическому состоянию команды, это Арсенал был настолько сильнее, или все-таки Факел пока не готов играть на таких скоростях? Ну, в скорости, в премьер-лиге, на которых постоянно играет Арсенал, естественно, выше. Поэтому они привыкли к тем скоростям. Для ФНЛ это достаточно, скажем так, не совсем привычная скорость. И оцените, пожалуйста, дебют Соловьева. Соловьев и в тренировках производил... Ну, во-первых, когда мы его просматривали, увидели неплохие качества. И в тренировках он это подтверждал, поэтому приняли решение оформить с ним взаимоотношения. Ну, для первого выхода, по-моему, очень неплохо не стушевался, не растерялся, а вполне квалифицированно во многих ситуациях действовал. Еще вопрос. Пожалуйста, Петр Борисович, мы знаем, что Воронеж столица Черноземья футбольная, здесь любят футбол, очень много народу приходит. И в то же время, вот, ну, сегодня как-то многовато было ненормированной лексики, как бы, с трибун такой организованной. Вот, скажите, это как-то помогает команде или наоборот, как-то вот... Ну, команде это помогать не может. Чем? Я бы, честно говоря, предпочел, чтобы все-таки какие-то нашлись устраивающие болельщиков, ну, несколько иные формы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ